В имя Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Возлюбленные братья и сестры в Христе, идет уже мясопустная седмица. Очень близко Великий Пост. И сегодня мы с вами читали Евангелие, даже два. Одно за вторник, одно за среду, потому что завтра великий праздник, в котором говорится о страсти Христовых, о том, как его предал Иуда Искариот, о том, как его схватили стражники, повели его в Синедрион, его допрашивали архиерей, о том, как его предал один из его любимых учеников, отрекся от него Петр. И все это сделали мы, люди. Когда подумаешь, читаешь, когда отстраненно читаешь, думаешь, ну, да, вот такая вот история, Бога предали, Бога отдали на смерть. А когда подумаешь, что это все сделали мы, люди. И вот это не просто какие-то там абстрактные люди. Это конкретные люди, в том числе и мы с вами. Разве мы не отрекаемся от Христа даже в малом? Ну, например, вот идет Великий пост. И у батюшек отбоя нет, просят властовительное поставление, властовительное поставление. Да, действительно, есть люди, которым действительно нельзя поститься. По состоянию здоровья. Тут вопросов нет. Но есть просто, которые как бы, ой, я себя так плохо чувствую. То есть люди как бы малодушничают. И тем самым отрекаются от Христа. Ибо Церковь установила вот воспоминания того, как постил сам Христос. Постите всем нам. Когда поднимаемся утром, идти в храм, а так лень, так не хочется. А, не, не пойду сегодня, потому что у меня есть строгая такая, серьезная причина. Не пойду я сегодня. И не идем. Разве мы не отрекаемся от тем, как Петр от Христа? Отрекаемся. И вот таких вот маленьких послабления к себе мы от него и отрекаемся. Не успеет петух пропеть трижды, как мы это делаем. Понять можно человека, потому что сам Господь сегодня в Евангелии говорит о том, что Дух бодр, а плоть не мощна. Особенно, когда человек идет за плотью, это понимать можно, потому что плоть не мощна. А вот когда Духа мы предаем Бога. Вот вот такой вопрос. Скажите мне, допустим, прелюбодеяние это страшный грех? Страшный грех, да? Вот если человек, допустим, последовал плоти и впал в прелюбодеяние, единожды, допустим, там, да? Ну, после этого он там кается, все, но вот в прелюбодеяние он впал. Это страшный грех. Он страшнее, чем грех, ну, вот, допустим, когда батюшка говорит мешать ему. Страшнее? Или когда человек врет, да, вот врет постоянно. Ну, есть человек врет, который, ну, по разным причинам. Или вот то, что нам, наверное, ближе всего, когда на работе воруют. Да, не украдешь, не проживешь, есть такая вот пословица. Скажите, что страшнее, прелюбодеяние или вот такое воровство? Вот я возьму, прелюбодеяние вообще, вот человек впал в прелюбодеяние, об этом жалеет и так далее. И вот второй человек, который верен в семье, все, ну, вот ворует каждый день. Что страшнее из этих грехов? Вот. Вот. Мы себе часто ставим такую вот, ну, решаем за Бога, что страшнее из грехов, да? Мы выбираем вот то, страшнее. А ведь, если взять, да, вот разобраться, ведь в заповедях написано, не прелюбодействуй и не укради, и лжи не сотвори. Но мы вот те грехи считаем, тогда это так, это нужно, это житейский грех. Хотя, вот, то самое прелюбодеяние это грех по плоти, а плоть не мощна, сказал Господь. Это человек последовал за плотью своей, решил ее обложить, или там, допустим, в посту, нарушил пост, скушал что-то не то. И вот человек мучается, говорит, приходит на исповедь, говорит, вот я там скромно сел и так далее. Да, он последовал за плотью, а ложь или зависть та же самая. Это уже немножко другого склада грех. И тут разобраться, какой из них тяжелее, какой из них страшнее для человека, тут уже нужно призадуматься. Хотя все грехи страшны. Но главное не то, что ты шел, шел и упал. А главное, что когда ты упал, смог ли ты подняться. И потому вот грех страшен. Мы не любим грех. Мы не ненавидим грешников, мы ненавидим сам грех. Но еще страшнее человек, закосневший в греху. То есть, да, вот то, что я говорил, человек ворует, говорит, ну не украдешь, не проживешь. Я же зато не прелюбодействую. Я даже на церковь жертвую из того, там, десятину туда отдаю и все. И человек не раскаивается в этом. Вот это самое страшное. Самое страшное, когда мы не каемся. Часто бывает, слышу, и вот, это часто бывает. Вот человек говорит, что начинает ходить в церковь, и вот у него, как бы, вроде бы, больше и больше грехов. Еще больше и больше попадает в этот самый. Грехи. Говорит, я просто не знаю, что такое. Вот такое, духовная яма я падаю. Нет. Этот человек начинает видеть свои грехи. Приходя в храм, он начинает это видеть. Он говорит, о, так это же грех был. Я-то раньше думал, что это нормально, а это грех. Я-то думал, что все так живут, и я так должен жить, а это грех. И когда человек это видит, когда при нем открывается эта бездна, то сначала это очень страшно. Как так? Это же, это же просто, это, это, это все я сотворяю. Так я же самый последний из всех. Это хорошее качество, когда человек может заметить свои грехи, и, так сказать, даже когда человек вот слышит о чьем-то грехе, и не осуждает его человека, а сразу на себя его переводит и думает, а я ли так делаю или нет. Если делаю, то в этом нужно каяться. И вот очень правильно вы заметили, что если человек не кается, если он прелюбодей, хвастается мужчина прелюбодей, женщины не сильно о том хвастаются, хотя в кругу подруг могут похвастаться, да, а вот мужчина, они есть такие, прелюбодействуют и хвастаются перед дружьями, что я то, я это, я и так, и то, и то, и то. Вот этот человек уже подпадает под ту статью, которую говорил Господь, что прелюбодея и Царство Небесное не наследует. Но и вор, и лжец, обманщик, который, а таких у нас, скажите бабушке, своим внучкам врете там, говорите, обмануете, как это, ложь во спасение, не, благая типа ложь, да, типа, что вот, я рассказываю ему, чтобы я обманываю, но это для того, чтобы лучше было ему, нет, обман всегда хуже, потому что Господь сказал, не лжесвидетельствую, потому, ложь нераскаянная, а это чаще в жизни бывает, не лжесвидетельствую, потому что вот, ну, я знал, знал не одного прелюбодея, и знал, насколько люди каются в этом, знаю, за 20 лет уже встречалось, да, на исповедях, когда люди раскаются в том, что это произошло, а вот во лжи редко кто кается, вообще, потому что так, так вроде бы не лгу, но вот как там, родным что-то там, где-то там, для того, чтобы оправдать что-то свое, ничего не делание, там, или лень свою какую-то, там, жена что-то не приготовила, мужу, тут же сразу соврала, потому что не нашла того ингредиента, который нужен был, потому я тебе, вместо того, что ты заказывал, приготовила там, вот яичницу пожарила, и все, да, или мужчина для того, чтобы хочет попить пиво, или там, подбухнуть, он говорит, я на рыбалку, я рыбу тебе принесу, я вот в воскресенье иду на рыбалку, хотя он знает, что там будет пьянка, они уже купили ящик водки на это самое, вот это вот, казалось бы, невинная ложь, да, ну и что тут такого, от этого же ничего страшного не произошло, но это ложь, и еще не раскаянная, это страшнее прелюбодеяние, в котором человек раскаивается, или зависти, ибо 10 заповедь никто не отменял, а как мы завидуем, то сосед чуть лучше живет, а депутат там так все, сначала мы их выберем туда, вот нате вам, идите, зарабатывайте, а потом говорим, ай, как они живут, как вот, то есть, понимаете, и мы не раскаемся в этом, посему предательство Бога заключается не только в том, что ты отказался, не только в том, что Иуда продал за деньги, конкретно, пришел, взял деньги и продал, и не в том, что Петр отказался, побоялся, что его сейчас хватит, вместе с Христом и будут его тоже мучить, в этом тоже, конечно, предательство есть, но еще и в том, что мы, согрешая, не каемся, во-первых, то, что согрешаем, но здесь, куда денешься, я не знаю, есть ли человек на земле, который не согрешает, да, единый, несогрешаемый, непогрешаемый, это Господь, а остальные все мы в какой-то грех, да, впадаем все равно, по плотилии, по духовному своему малоумию, да, мы все равно впадаем это, по духовному бессилию, мы впадаем в грехи, а дело в том, что впадая, мы не раскаиваемся, и вот это есть отречение от Бога, приближается Великий пост, и я вам всем желаю, чтобы пришло вот то раскаяние, в тех грехах, которых вы обнаружили, которые обнаружили, придя в церковь, начав ходить в церковь, и вы увидели, испугались этого духовного, духовной бездны, которая перед вами, не бойтесь, переступайте через нее, Господь всегда вам поможет, но для этого нужно ваше движение вперед. Спасибо Господи, ангелохранителя вам всем.